Алло! Добрый вечер! Добрый вечер! Вот так вот лучше. Вот смотрите, что я сейчас сделаю. Я, к примеру, хочу вот этот столб поставить вот на это место. Ну, я считаю, что, к примеру, здесь не хватает его. В учебной цели будем считать. Что я делаю сейчас? Увеличиваю масштаб изображения, извиняюсь, кисти штампа. Вот он, примерно чуть-чуть больше беру, чем сам столбик. Так, проставляю галочки «Показать наложение» и отсеченный. Так, навожу, нажимаю «Альт», перекрестие появилось, нажал клавишу и мышь отпустил. Теперь перехожу сюда. И смотрите, видите, у меня этот столбик вместе со мной бегает здесь. Вот он. И теперь я примерно прицеливаюсь, щелкаю и рисую вот этот вот столбик. Вот у нас получился. А вы когда брали первоначально источник, вы как увидели, какого размера вы захватили? В самом начале? Вот сейчас вот? Да, вот здесь. Вот так увидите, какого размера вы захватили этот столб. Я смотрю все время по кружочкам. Вы же кружочек видите? Я взял диаметр кружочек больше, чем ширина столбика. А, это у вас такой кружочек? А вы не видите, да? А я вижу такой маленький, слева около проводов и на него смотрю. Не-не, вот смотрите, я его сейчас справа на небо навел. Видите, кружочек? А он просто размыт. А там просто внутри вот этот источник сохранился, поэтому, может быть, плохо вам видно. Наверно. Да. Потому что он размыт, а я смотрела, там вот около проводов такой кружочек пунктира. Не-не-не, вот диаметр этого штампа я беру больше, чем ширина столбика. Чуть-чуть больше. Да, наверное, просто, может быть, вам плохо видно. Да. Но теперь смотрите, что еще. Мне, допустим, не понравилось, как я его поставил. Я его хочу немножко повернуть. Давайте мы вернем. Я опять беру на палитру источник клонов и считаю, что он меня должен чуть повернуть, должен быть повернут примерно на 3 градуса. И смотрим, что у нас получится, если мы повернем на 3 градуса. Вот я опять его рисую. Видите, он у нас повернулся чуть-чуть в другую сторону. А не проще взять трансформацию повернуть? Нет, я вам показываю приемы работы, там, и не для этого конкретно случая. Понятно. Как мы можем сделать? То этот процент, вот, может, я неправильно вопрос задала. Вот когда его поставить, его в это время нельзя двигать? Нет. Его нужно сразу уголориентировочно подойти? Да, да, да. Ну, тут мы можем несколько раз подойти. Допустим, если я хочу сделать побольше, давайте мы, смотрите, сделаем не 100 процентов, а сделаем, ну, 120, грубо говоря, процентов. Посмотрим. И угол, давайте поставим, что там угол мне не понравился, давайте минус 3 в другую сторону повернем. И вот я примерно прицеливаюсь и рисую. Вот видите, он стал у нас шире уже, шире стал, и уже угол у него сейчас четко выровнялся по как он есть. Ну, то есть мы подбираем. Да, мы вот подбираем его угол, поворот и масштаб, ну, ширину, высоту. И теперь смотреть тоже интересно, когда вы работаете со штампом. Очень часто бывает же так, что вы работаете штампом, а где-то рядом возникают какие-то другие вот такие вот посторонние линии, как у меня сейчас, посмотрите. Вот видите, черная какая-то кайма появилась здесь. Ну, потому что она там есть. Ну, потому что, да, я ее захватил, да. И бывает, когда работаешь со штампом, работаешь-работаешь, не замечаешь, а чуть выше или-то в стороне какая-то полоска тоже появляется лишнее. Да, у меня так бывает. Вот так бывает. Смотрите, я сейчас научу вас, как это очень легко исправить, чтобы не возвращаться обратно или в палитре история, или Ctrl-Alt-Z нажимать, можно есть очень хороший прием. Смотрите, мы выбираем инструмент ластик. Вот у нас инструмент ластик. И обязательно, самое главное, проставляем на нем галочку восстановить историю. Это изумительная возможность. Смотрите, уменьшая сейчас диаметр ластика, и смотрите, я беру и стираю эту кайму. Как будто ее здесь и не было. И вот здесь вот. И так вы можете, в вашей которой полоски появляются где-то, вы можете быстро стереть и все. Вот, посмотрите. Вот так вот. А теперь я нажму Ctrl-0 и посмотрите на вот этот столбик, который я сделал. Он у нас настолько мал, что определить, был он там или нет, невозможно, да. Он смотрится очень органично, я считаю. Правильно же? Даже очень. Даже очень. Я тоже так считаю. Как будто не хватало. Да, как будто не хватало. Да, как будто в этой стойке не хватало. Да, вот такое интересное вот у нас.